История русской матрешки. Матрешка уменьшительная от имени Матрена, русская деревянная игрушка в виде расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол обычно трех и более. Почти всегда они имеют яйцевидную форму с плоским донцем и состоят из двух частей, верхней и нижней. Инструкция одноточная история происхождения матрешки неизвестна. Самое правдоподобное предположение – русский мастер изобразил славянские образы или понятия из Казани. Существует предположение о том, что матрешка имеет японские корни. Игрушка, похожая на русскую матрешку, была и в Японии, она изображала седоусова старичка Даруму и состояла из пяти фигурок, вставленных одна в другую. Изобретение и формы русской матрешки приписывается токаре из подмосковного города Подольска В. П. Звездочкину. В 1890-х годах автором первой росписи был профессиональный художник С. В. Малютин. Наша первая матрешка-игрушка представляла собой и детскую группу. Восемь кукол изображали девочек разных возрастов, от самой старшей, большой, девушки с петухом до завернутого в пеленки младенца. Существует несколько версий о том, как деревянная кукла стала матрешкой. По одной версии, имя Матрена в тот период было широко распространено в России. Отсюда и матрешка. По другой версии, в усадьбе служила женщина Матрена, мать большого семейства, красивая и дородная. Кукла получилась похожей на женщину. Вот и пришло мастерам на ум назвать игрушку матрешкой. Два изначальные сюжеты деревянных матрешек были исключительно женскими, румяных и полных красных диафределев, сарафаны и платки. Изображали их с кошками, собачками, корзинками. С изобретением токарного станка появился новый способ обработки дерева точения. Именно так мастера хохломы изготавливают свою точеную посуду, миски, кубки, подставки, солонки. Начинали работу с изготовлением самой маленькой матрешки. Мастер брал небольшую чурочку, закреплял ее на станке, держа резец особым образом, вытачивал малышку матрешку. Затем вытачивалась нижняя часть второй матрешки, ее верх и так далее, до самой старшей куклы. Это наша культура, и поэтому высока вероятность того, что мастер, вытачавший матрешку, помнил и хорошо знал русские сказки, на Руси часто проецировался. Миф на реальную жизнь, чтобы найти истину, необходимо дойти до сути, открыв одну за другой, все, шапочки на хлопучке. Может быть именно в этом и заключается истинный смысл такой замечательной русской игрушки, как матрешка, напоминание потомкам об исторической памяти нашего народа. Три русские матрешки пользуются большой популярностью в Европе, особенно в Германии и Франции. В начале ХХГ века начался просто массовый вывоз сувениров матрешек за границу. Матрешка стала нашим национальным сувениром и шагнула за рубежи нашей Родины. Многие иностранцы, посетившие нашу страну, увозят к себе на родину нашу русскую матрешку.